Сегодняшняя тема. На работу всего организма. Именно на этом принципе основано действие различных ингаляций, орошений, электропроцедур при лечении даже далеких от носа болезней, например, неврозов или язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Содержание кислорода и углекислого газа в теплом и холодном воздухе практически одинаковое, а влажность его даже меньше. Получается, что целебный эффект достигается за счет воздействия низкой температуры на дыхательные пути. Так как полость носа – уникальный кондиционер, холодный воздух при дыхании носом попадает в легкие уже нагретым. Из этого следует, что он действует исключительно на рецепторы носовой полости, объясняет врач. По словам Сергея Рязанцева, целебный эффект холодного воздуха впервые заметили еще в 1879 году в одном польском госпитале. Пациент, страдающий оспой, вышел из палаты и провел много времени в саду на холодном воздухе. Вместо ожидавшегося ухудшения, его состояние заметно улучшилось. После этого случая врачи этого госпиталя стали специально помещать пациентов с оспой в неотапливаемую палату при низкой температуре и, убедившись в благоприятном эффекте, стали использовать этот способ для лечения пациентов с тифом, скарлатины, корью, дифтерией, рассказал отоларинголог. Сейчас, по словам Сергея Рязанцева, холодный воздух применяется в лечении легочного и костно-суставного туберкулеза.